Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на Властейн колец с модом Эннерад. Мне скинули какое-то супер стрёмное FFA на карте Lost Reant, которое не предназначено для FFA. Как бы у этого игрока будет аванпост, и у этого игрока будет аванпост. У этого игрока будет сигналка, что хуже чем аванпост, ну хоть что-то. У этого игрока будет ничего, и у этого игрока будет ничего. Этому игроку хуже всех кстати, потому что у этого хотя бы возвышенности он может попытаться закемперить против Мордора. А у этого, например, и возвышенность, и аванпост. Короче, будем болеть сразу же за этого челика. Посылать ему как бы в прошлое положительные флюиды, и надеяться, что он победит. Судя по тому, как он строит свои здания, он не победит. Итак, здесь играет Сарделина, здесь играет Чики, кажется, да, Чики должно читаться. Два Мордора. Васян Моден за Лотлориен. За Изенгард на Велун. За Мордор Эпл. И за Арнор Сёмок. Так, аванпост не захватывается. Окей, пока что самый умный это Эпл. Он захватил свой аванпост. Здесь тоже полный новичок. Блин, скинули ФВА. Полных новичков, походу. Грустно. Здесь видим два отряда копейщиков. Кто-то пропаливает, наверное, наверное, Сарделина. Но это не точно. Он захватит аванпост, хорошо. О, Некромант против Некромант. Посмотрят друг на друга. И сюда приходит Лотлориен. Всадил перо в печень Некроманту. И уходит. Видимо, испугался копейщиков. Хотя эти пацаны убили бы и копейщиков, и Некроманта. Здесь уроки скауты подбежали и захватили аванпост. Но боятся сражаться. А уже поздно. Я бы дальше отступал на его месте. Он, конечно, снесет этих орков. Но тут герои плюс Некор накоцывает. Скорее всего, будут потери большие. Мы посмотрим. Орки перехватили пост. Мы видим кучу дикарей. Их бы подвезти. Также здесь... Смотрим обратно сюда. Да, подходят лучники. И все скауты погибают. Но почему он не напал своими дикарями, непонятно. В это время Сарделина построила... Ну, неплохое количество орков. В принципе, здесь вышка ставится. Но, как бы, кто не понял, вышка это... Как бы дополнение к той тактике, которая сносит ферму картаеном и лучниками. Без вышки она не будет работать. То есть тут нормально все. И Сарделина сносит барак. Окей. Этому не суждено взвыться, к сожалению. Напоминаю, я болею за Сарделину. Не потому, что ник, как бы, женский. Это, скорее всего, парень. Но... А потому, что дочка плохая у нее. Так, дикари пытаются ферму снести. Но они не умеют ее обходить. Поэтому они... Все умирают. Да, к сожалению. Очень грустно. Четыре отряда дикарей погибли. Неплохое количество лучников здесь. Так, Сарделина отступила. И... Что? Еще одна вышка. Не, ну нормально. О, еще одна вышка. Это прям топовая тактика. В таком случае это сработает. Почему-то сигналку не захватил. А здесь? А здесь под деревом шашлыки жарят эльфы. Из лосей как раз таки собираются жарить. Тут лочники, пауки. Хочет в боевых троллей выйти. Кто? Чайки. И Сарделина решила заагрить второго игрока, видимо. Или... А нет, это просто... Прогоняло некромантом. Так, Сёма вроде бы... Да. Сёма убил отряд копейщиков, по всей видимости. Построил летнюю кухню для хоббитов. Массированная атака на Изенгард, у которого... Что-то как-то не срослось с армией. Очень мало у него войск. Руки стоят, ждут чего-то. Что-то мне подсказывает, что Изенгард сейчас проиграет. Единственное, что его может спасти, это если Мордор внезапно решит отступить. Но тут вроде нет причин для отступления. Ну, у Изена, во-первых, ни войск нет. Во-вторых, у него и желания нет сражаться. Он не управляет войсками, особенно. Он только сейчас отправил их в атаку. Но их по-прежнему меньше намного, чем Мордор, поэтому они умрут. Зато у него три рабочих. Прикольно. Три рабочих это больше, чем два рабочих. А поэтому он обречен на победу. Смотрим сюда. Не смотрим сюда. Смотрим сюда. Видим тролля. Смотрим сюда. Видим тролля, который в спортивном костюме. И строится военный лагерь. А, то есть... Из Чики решил прям троллей обмундировать по полной. Правда, надо еще строить. Дополнительных. Он заказал. В это время еще больше шашлыков. Ставятся вышки. Ну, сложно сказать, кому веселее сейчас играть. Лот Лорину или Арнору. Мне кажется, Лот Лорину. Потому что все-таки в лесу пахнет приятно. Да, там грибы даже можно пособирать. Он решил немножко пострелять. Очень эффективно. А Мордор... Возможно, испугался отсутствия войск противника и поэтому отступил. Ну, кто его знает. Может, у него какие-то там подземные уроки, которые прячутся и ждут момента вылезти и напасть на тебя. Лучше посидеть на базе. Так, Сарделина строит Великую Мордорскую стену. Этот реплей становится все лучше и лучше. Так, повоевали и хватит. Пора кушать. Строится еще одна вышка. Вы, возможно... Нет, это слишком жесткая шутка. Смотрим сюда. Так, Чики нападает на Брики. Троллями своими боевыми. И, походу, шашлыки сегодня будут жарить все-таки орки, а не эльфы. Из эльфов. И из лосей тоже. Да, наголу разбивает все, что было у Лотлориена. Осян пытается спасти свое мясо. Немного двусмысленно прозвучало. Клянусь, не собирался так. Да. Но проблема в том, что у Чики нет пехоты. Совсем. Только лучники. То есть, здания сносить нечем. И Чики потихоньку, потихоньку получает по щам. Подводит копейщиков. Не самая лучшая идея. Но они хотя бы что-то могут снести. Но у Чики такая же проблема, как и у всех игроков этого реплея. Он не умеет сносить здания. Поэтому копейщики просто подыхают и ничего не сносят. Но зато есть Назгуль. Назгулем управлять несложно. Он просто подбегает и дамажит. Поэтому вышка будет, скорее всего, разрушена. А с ней вот эта черешня. Которую забыл удобрениями залить Луклориан. И в итоге она ничего не делает. Просто стоит. Нифига себе. Зачем я так поступил? Но не суть. Так, вышка была разрушена. В это время игроки снизу ведут переговоры. А, окей, напал этот чел сюда. Вы знаете, я подумал. Подумал. И это честная ФФА. Я сначала думал, что это нечестная карта. Такая, типа, позиции плохих игроков. Я был неправ. Это абсолютно честная ФФА. И, кстати, Чики начал строить пехоту. Благодаря чему он может сносить здание уже более эффективно. Также тролли отбросили Килиборна. Но не бьют его больше. А снова отбросили. Бедный мужик. Его можно таким образом убить. Если управлять троллями, конечно. А в это время Арнор отправился на базу обратно. Смотрим сюда. Но, скорее всего, победа здесь будет у Чики. Ну, по крайней мере, в этом сражении. И Изенгард решил внести, как бы, свой вклад в уничтожение эльфов. Почему-то Изенгард, который только что огребал от Мордора, решил, что будет хорошим решением напасть на другого чела. Ну ок. Блин, поджег Энта, кстати. Зачем? А Энт стреляет по своей казарме. Мы снесли ее, вроде, все равно у руки. Но, прикольно. Забайтили у руки Энта. Минус тролль. Снова у Мордора ничего не осталось. Правда, тролль подбегает еще один. И теперь Энт сносит уже Изенгард. Какая же странная ситуация. Ставится барак сзади. В это время Эппл построил молоко. И Сарди, я забыл. Сарди Лина нападает на Арнор. Видимо, переговоры не увенчались успехом. Но тут линия Можино весьма успешно справляется со всем, что было у Сарди... Да блин, чушник такой сложный. У Сарди Лины. И да, она вынуждена отступать. Но у Арнора проблемы. Потому что с другой стороны, вышки он не строил. И войск у него крайне мало. Правда, у него есть два отряда следопытов севера. Которые, в принципе, могут раздать по щам молоку. А больше тут никого убивать и не нужно. То есть, эти все орки умрут от старости. Молок пробегает по копейщикам. По сути, зарабатывает себе цирроз печени. Надо по нему стрелять, но... Что-то пошло не так. И я не отступаю слишком далеко. Минус будет сейчас Маршал. Скорее всего. А, все-таки он заметил. Но нет, будет минус Маршал. Это неплохо для Арнора. Но он не фокусит молока, к сожалению. Еще один отряд следопытов построился. В это время понемногу догрызает чайки Лотлориан. Я думаю, тут неинтересно уже смотреть. И неужели он не зафокусит? Он же такой жирный. Огромный. Пару залпов по нему. О, отлично. И Apple вынужден отступить. В это время Лотлориан организирует. Правда, барак поставил в конце карты. Так, Изен тут вышку поставил. Вообще не нравится. Почему Изен так далеко свои здания строит? Как он собирается вообще их защищать? Он же собирается их защищать. И он решил сагрить еще одного игрока. Зачем? Ты только что... Чувак. Ты только что поднасрал Лотлориану. Который сдох. Там огромная толпа орков. Она практически у твоей ширинки стоит. Сейчас они пойдут... Уже идут на тебя. Ну на кой хрен тебе этот Мордор? Тебя же снесут. Просто отдал 4 отряда походу с Грейлями. Да, он еще броню делает. И он еще посылает. Эх. В это время Лотлориан пытается жить. Судорожно хватает воздух. Но эти орки, они везде. Они видят эту крепость уже. Но Чики хочет убить Изен. Возможно он снесет вот это. И дальше пойдет на Лотлориан. Так, здесь снова переговоры. И мне кажется, переговоры выигрывает Сарделина. Но это не точно. Блять, это Сарделина что ли? Ну тупой фэткэт. Блять, это Сарделька типа, да? А я, я обычно мыслю о чем-то прекрасном. И Сарделина. Как в лучших домах Парижа. А это, блять, Сарделька. Но хорошо. Лотлориан тем временем построил войск. Но ему нечем сносить троллей. А тут их уже 4 штуки. С другой стороны, тролли заняты обучением. Нет, это тоже не скажу. Короче, с Изеном они беседуют. И весьма успешно. Изен теряет своих копейщиков. Строит вышку. Да, походу Лориан долго жить не будет. Давайте посмотрим по прокачке. Чики. Скоро получит 4 тир. Эппл, который здесь, получил 3 тир. На Велун. Ничего не особо получил. Ну, 2 тир мы видели, он призывал. Сарделька во втором тире тоже. Не, ну, продолжаются переговоры просто. Сема. У Семы еще все хуже. Хотя по прокачке он лучше, чем Сарделька. Сарделька, но брал разные обилки. Так, снова зашли в тупик переговоры. Ну, у Семы армия более такая элитная. Промазал. Но зато у Сардельки войск просто-напросто больше. Но если он будет своими лучниками, пардоните, контролить, он троллей перебьет и останутся просто бомжи. Ну, он передумал и отступает. Ну, ладно. Логично. Но он получил себе второй тир. Если, конечно, его выберет. В это время, Эппл решил выпустить новый айфон и продавать его на территории Изенгарда. Но, как бы, Изенгарды пользуются телефонами Нокия. Именно Изенгарды, да. Так, это просто новое имя для уроков. Поэтому они не хотят. Помогать ему в продажах. И Васян Моден потерпел поражение. И, скорее всего, сейчас со всех сторон будут щемить Изен. Но давайте будем реалистами. Изен не хотел выигрывать этот матч. И Изен просто хотел ударить туда, ударить сюда. И на что-то надеялся. Так что, он сам заслужил такую судьбу. Здесь до сих пор очень динамичные переговоры. Что он там еще? Три бушетами решил обстроиться. Господи. Потратил бы все деньги на войска и снес бы уже Сардельку. Но нет. Так, призывается третий тир от Эппла. Эппл, кстати... Ну, то есть, теоретически, Чики должен выигрывать этот матч. Просто за счет прокачки. Но, конечно, я не учитываю этот факт, что все игроки кину бас. И они просто иногда отступают, когда не нужно отступать. Когда, ну, противника нифига нет. Но, теоретически, Чики должен победить. Но, сейчас на Изенгарде Эппл может нехило так прокачаться. Давайте за ним посмотрим. Чики, пять очков еще надо взять и все. Будет грунт. Двенадцать очков заработал Эппл. Креп он пронесет. Хотя, звери Гаргарота бы сейчас очень сильно пригодились в этом сражении. Правда, у Молока есть та заветная обилка. И можно было бы прыгнуть вот сюда и убить половину армии Чики. Кроме того, у него где-то был КЧ. Вот он. Есть стан. Есть моргульский клинок. Убить какого-то героя. Зверь Гаргарота залетает в лучников. Но, почему-то поворачивается. Надо было бы дальше идти всех давить. И, в итоге, решил Эппл отступить. Или нет? Прыгни молоком в лучников. Брютишка. Нет. Не хочет. Он решил отступить. Ну, окей. И теперь... Хотя здесь вряд ли хватит сил снести крепу. Лайфхак. У троллей. У троллей. Вот этих вот. Дубинка детская. Она немножко обрезанная. Поэтому ими надо вплотную подходить, чтобы они здание дамажили. Иначе будет ситуация, как вот сейчас, пару минут назад, где он бил вот эту пристройку, а урона не наносил. И сейчас то же самое. То же самое. Видите? Он, по сути, щекочет задницу на сгуля, вместо того, чтобы бить крепость. О! О! Правильно. Подошел. Теперь можно сносить. Чтобы этого не было эффекта, нужно делать дубинки здесь. Эти дубинки мало того, что урон повысит. Ох, как вкусно. Радиус увеличат сплэша, так еще и радиус атаки. И тогда можно будет просто кликнуть, и тролль подбежит и будет дамажить противника. Нужно подойти к крепости, прожать эту обилку, затем прожать эту обилку, и крепость ляжет. Ну, или просто автоатаками ее добить, но суть в том, что крепость сейчас мешает. Изенгард мог бы поднасрать кому-нибудь из своих врагов, например, в молоко зафокуситься, и эти вышки бы его сгрызли. Он вообще на нейтрале сражается. Ну, ок. Ердикен нападает на Мордор, и у Эппла очень большие проблемы, потому что этих войск достаточно, чтобы снести крепость. Будет ли он ее сносить, это уже другой вопрос, но он может. В любом случае он может снести практически все бараки, экономики здесь очень мало. Мне кажется, Мордор неправильно поступил в целом в этом сражении, потому что ему лучше бы построить кучу вышек здесь, чтобы Изен на него не нападал. Хотя, учитывая, как играет Изен, можно было бы вообще ничего не строить, не париться. Суть в том, что ему надо было бы давить Арнор и застраивать всю эту территорию. Здесь огромные поля, где можно пшеницу выращивать. У него было бы куча предела населения и, собственно, большая армия. А так у него экономики, ну вы посмотрите, он сидит с аванпостом, но предела населения у него как такового нет. В общем, очень и очень грюзно, а денег много, между прочим. И все, Арнор сдриснул подвышки свои, и сложно будет их пробивать без катапульт, много всего. Ух ты, да, он прям вообще загадился. Чики в это время добивает Изенгард. Ох ты, он сделал дрын троллю. А вот этому дубинку сделал неплохо, неплохо. Эти тролли хорошо здание сносят, но против войск они не очень хороши. Но зато будут войска отбрасывать сильно. Посмотрим, как это ему поможет. Но тут некого отбрасывать. Сарделька, кстати, тоже троллей накопила. Но я не вижу. А, он вроде делал апгрейды. Но пока что их нет. Я, правда, не помню, на каком уровне апгрейды для троллей на втором или на третьем. Можно обычным троллям броню тоже дать. В это время, так, мы смотрели за Эплом. У Эпла есть Моргульская магия. То есть он может шотнуть всю армию орков. Либо армию Арнора. Строится троллятня у него. А на Велн перекочевал на ПМЖ об Израиль. Построил себе маленький аванпост. Живет на двух микроволновках. Строит, кстати, еще одну. И у него еще лесопилка работает. Может быть, мы еще рано списываем его со счетов. Может быть, он еще что-то придумает. Началась холодная война. Все обзываются, но никто друг друга не бьет. Но, кажется, Арнор снова решил. Он возмужал. У него много лучников. Он решил, что пришло время душить Эпла дальше. А Эпл решил заразить его спидом. Через уши. Но, кстати, самые сильные войска не подохли. Они уже девятого уровня. Но ему все равно, конечно, обидно. И, возможно, Эпл неправильно поступил. Ему стоило сражаться с этими ребятами. Но, в любом случае, он выиграл себе немножко времени. Но сносить вот эту орду ему будет, увы, нечем. Ладно. Мне надоело. Давайте промотаем. Снес ферму. До сих пор никто ничего не делает. О, наконец-то. Пришла орда. Три мужика. Два с дрынами. Один с... Тоже дрыном. Пришли. Правда, что-то как-то они... Ближний бой сразу побежали. А основная орда сзади стоит. Их же зафокусит. Очень даже неплохое отбрасывание у троллей. Если вы заметили, он всю армию... Правда, небольшую. Но все же всю армию Эпла отбросил. КЧ пытается вот там нарезать. Я уже не вижу, чтобы у Эпла что-то было. Но у него есть КЧ. Можно было бы даже станчик проюзать. Молок. Эх, если бы он два шага сделал, убил бы еще и этих. Ну ок. Можно направить молоко на лучников. КЧ посадить на Кабилу. Летающую я имею ввиду. А также... Ой, что-то лаги пошли. А также Кхамула тоже на летающую Кабилу. И вот сюда направить их, чтобы они изнасиловали этого КЧ. И все. И победа. Ой, слишком рано решил нападать Изенгард. Показал свою мощу. И сейчас его выебут. В итоге Чики еще больше прокачаются. Смотрим на Чики. О, да ладно. Идут сражения. Не смотрим на Чики. Смотрим сюда. Как только вышел из своих окопов Арнор, он осознал, что ловить ему нечего. Проюзал станчик. Блин, столько камней вылетает из крепы. Молок походу сдохнет. Эх, жалко его. Жалко. Вернемся сюда. Третий уровень КЧ. По сути, Фиданол уроками. Чики. Чики решил не брать четвертый тир. Он взял прислужников. Или как это называется-то я забыл. Обилка. Блин, не могу глянуть. Ну, короче, один из трех призывов типа на выбор. Плюс у него откатился обстрел. Плюс он взял тему. Он тоже, видимо, надеется выйти в армию Моргула. Сейчас Изенгард уже точно проиграет. Зря показал, где он живет. В это время Эппл пытается отстроить Эку. В принципе, похвально. Теперь у него что-то более-менее похожее на экономику. Ведь деньги-то ему не особо нужны. Ведь у него аванпост. Но ему нужны очки командования. Очень сильно. Пытается он выйти в катапульты. У него появились Костеланы. Тролятня третьего уровня. Ну, в общем, более-менее нормально себя чувствует. Снова нападает Арнор. Так, стоп. А где Арнор? А, Сарделька кучканула свою армию. Окей. Он отступил. Возможно, испугался вышки. Но тут уже две вышки. Ну, в принципе, это логично. Две вышки, это в два раза больше, чем одна вышка. А значит, в два раза больше угрозы. Поэтому стоило отступить. Все логично. Так. Тролли появились. Господи, что за... Как можно так играть? Крепость построена. Катапульты. Еще одна крепость. Еще забор строится. Айзенгард решил напасть на Мордор. Ну, теперь, наверное, Мордор проиграет. Никто этого не ожидал. У него больше нет шансов. Ладно. Мотаем. Мотаем. Нет. Никто не будет сражаться. Сейчас Амнор отступит вангую. Мотаем. Все. Ушел. Прикольно. Может, здесь чел будет пробивать стенку эту? Нет. Сарделька забыла выход построить из базы. Походу, она просто хочет сидеть в своей империи. И все. Ничего больше не делать. О, нифига. Эпл все-таки напал. На Арнор. Минус Молок будет, скорее всего, сейчас. КЧ дерется с Исильдором. Ну, можно было бы использовать способности. Но, возможно, это слишком сложно. Поэтому он не юзает их. Убили Арведуя. Убили Арафанта. Но КЧ погибает от руки Исильдора. Короче, эта атака явно не увенчалась успехом. Но Костелан прокачан. Можно было бы травануть врага. И этот тоже прокачан. Но, наверное, не стоит. Пятый уровень Некроманта, кстати. А, в это время пробивает стенку Чел сверху. Чики. Брики. Что-то мне подсказывает, что там целая куча орков полегла. Да, они все кучканулись. Я не понял, в чем прикол. Но он почему-то троллями не сносит стенку. Его кача тут летает. А, почему он не... Ух ты, е-мое. Как же много орков там подохло. Кача, скорее всего, сейчас погибнет, если его не увезти. И он пытается что-то найти. Может, телефон уронил. В общем, да. Он улетел в ад. Здесь нихера нет. Блин, мотаем. Мотаем. По крайней мере, до момента, когда на карте начнутся какие-то движения. И вот начинается движение. Я уже не верю в этих ребят. Они снова друг к другу отсосут и уйдут. Поэтому мотаем. Это неинтересно. Никто не юзает обилки никакие. А, это была 25-ка Арнора. Увы, я ее успешно пропустил. Опять-таки, у Арнора сейчас есть возможность полностью снести Мордор. Что он будет делать? Отступит? Да. Может, это техническое, такое маленькое отступление было, и он все-таки продолжит сносить Мордор? Было бы хорошо. Здесь ничего не происходит. Нет. Он отступил. Я пытаюсь не бомбить. Только вдумайтесь, Изенгард до сих пор жив. До сих пор. Возможно, сейчас этот чел его добьет. Я не верю в это. Он снова отступит, оставит какое-то здание ему, чтобы дальше сидеть. А я болел за Сардельку. А я болел за Сардельку. Звери Горгарота. Копейщиков я не наблюдаю вообще. К сожалению, Мордор использовал в одну точку обе обилки. Можно было бы всю армию задавить им. Но, тем не менее, в этот раз... Арнор... А, нет, все-таки отступает. А я хотел сказать, в этот раз он решил не отступать. Между прочим, он все это время лучшенькими пытался фермы снести. Логично. О, этот начал катапольты строить. Блин, у Чики 20 тысяч сейчас будет. Можно было запросто пробить все вот это вот, что есть. Чем же просто сидеть? Неужели это конец сезона? Так, у него еще здесь есть точка. Он, кстати... Взгляните. Между прочим, он хитер. Может, это случайность, но он каким-то образом выбрал именно то место, где нет обзора у Чики. Совершенно. Прям, смотрите, прям тютелька в тютельку. Чики не видит эту застройку. То есть, вполне возможно, что он сейчас уйдет. И Изин спокойненько может вернуться себе вот сюда. В Израиль. И дальше застраиваться. Давайте посмотрим, что у него вообще в казне. О, кстати, у Эппла бы химогенник до сих пор. Но ему не нравится их тратить просто, походу. Я не знаю, в чем прикол. Почему он не... Ну... Ладно. Навел. А, вот он, конечно, с хлеба на воду перебивается. Денег очень мало. Зря он рабочего послал. Надо дальше... А хотя ему негде застраиваться. Ну, рисобилку хоть бы поставил. Минус рабочий будет. Еще и спалился. Но, скорее всего, Чики не обратит на это внимание. Не поймет, что где-то там что-то есть. Он решил пойти на Эпла. И на самом деле это очень грустно. Потому что Чики тормоз... Скорее... А, ладно, он не снесет его. Ну, все нормально. Я просто боялся, что если Чики сейчас снесет Эпла, то этот матч еще полтора часа будет длиться. Потому что Чики тормоз. Эпл хотя бы пытается снести Арнор. Чики же, вместо того, чтобы пробить вот это вот... Вот это пятно под своей базой, он с другой стороны побежал. И до сих пор не добил Лизенгард. А он заметил теперь застройку. Ну, тут минусы все тролли. Ух ты, 10 уровень есть, но ему не жить, походу. Эх, спаси Молока, Молок же, 10... Десятого... Десятого? Не умирать? Какая грусть. Просрал 10 уровень. Что с тобой? Как же Сардельке весело, небось? Сидит уже 20 минут. Если не больше. Просто сидит. И так. Эпл был отброшен в развитии еще на минут 15. А стоп. Давайте-ка мы посмотрим, что у него по баблу. Да, теперь денег у него не так уж и много. Да и по экономике тоже не очень-то хорошо все. О-о-о-о-о. Самое обидное, что... Я не помню, кто мне этот реплей скинул, потому что это было несколько дней назад. Я его просто в очередь закинул на комментирование. Так бы хоть в ЧАЭС бы чела кинул. Кстати, Гронт есть. Арнор нападает. Арнор сейчас отступит. Я не буду вырубать перемотку. Хотя нет, вот так сделаем. Вот так сделаем и вот так сделаем. Сейчас Арнор отступит. Ждем. Эппл, кстати, практически все обилки свои прокачал. Правда, потратить деньги еще. Ну, очки надо. Ой, там нападает на него Чики сверху. Ну, походу, ладно. Мои способности в Англии сработали в этот раз. Походу, Арнор не отступит. Потому что... Уже больше Эппл не выставит против него войск. Так как ему придется здесь страдать. Но у него есть Гронт. Он мог бы его призвать где-нибудь подальше от базы. Приехать и продавить противника. Но он этого не будет делать, потому что... Ну, зачем? Закидывается призыв, но крепость будет разрушена сейчас. Так что эти катапульты уже можно и не сносить. Да, это полностью потеря игры для Эппла. А в это время... Исенгард еще жив. Он накопил себе на аванхост. Небольшой. Прям совсем небольшой. Всего лишь одна плавильня деньги качает. Хамул убил какого-то нас гуля. Она сейчас тоже подохнет. Ну, хоть ульт прожми ты, ульт, блин. Ну, прожми ульт. Нет. А зачем его прожимать? Самое время вышку сносить. Все, Эппл потерпел поражение. Так. Остается небольшой Люксембург. И вот это вот говно остается еще. Сидит такой чел, короче. Ха-ха-ха. Сейчас я застроюсь стенками. Крепостями. Как же будет офигенно. Они меня будут штурмовать. А мои катапульты такие. Пиу-пиу-пиу. И я такой отбиваться буду. А никто не нападает. Сидит 40 минут, блядь. Как же весело-то, небось. Интересно, если он стенку сюда протянет. Я, правда, не уверен, можно ли ее здесь строить. Он, по сути, до крепости будет доставать уже. Пу-изнь еще одну поставил. Вообще, странное решение. Лучше бы плавильни построил. Навел он. О, долго он будет ждать, пока накопится на плавильни. Ну ладно, про него вроде все забыли. Может быть, он еще сможет раскачаться. В чем я сильно сомневаюсь. И что теперь? Никто не будет больше сражаться. Ну, Арнор, походу, не пойдет сюда. А, он решил... А, ничего он не решил. Он просто обстреливает. Блин, как же это весело, небось. Вся надежда на этого челика, но... Я не знаю. Он копит троллей. У него есть катапульты. О, он решил пойти даже в атаку катапультами. Но тут их просто целая орда. Надо троллей подвести, пробить. Тут же не сложно. Вот, пробил дырку. Подвести еще сюда троллей. Тут ничего не стреляет. В смысле, вышек нет. Одна только. Пробить эту вышку. Зайти сюда. Снести эту пристройку. И пробить крепу. Все. И вот тебе дырка. Нападай на противника. Эти катапульты, они же по войскам особо не дамажат. Ну, по катапультам дамажат, но по войскам нет. Ну, типа, в смысле, дамажат, но неэффективно. Там сплэш небольшой. Все равно никто не послушает. О, этот чел плавильню построил. А в это время стены все ближе и ближе. У Сарделлины еще 5000. Он может дальше их строить. Блин, Арнор тоже разумист. Он мог бы своими лучниками просто сами катапульты на пристройках быстро пронести. Построить какие-нибудь тараны, посносить. Так. Неважно. И этот идет на Арнор, разумеется, а не на Сардельку. Ладно, мотаем. Или уже не идет. Уже не идет. Арнор отступил. Арнор тоже строит стены. Я найду челок, который кинул мне это говно. Арнор отступил. Арнор отступил. А, все, поздно пить боржоми. Соснул Арнор. Теперь катапульты смогут обстреливать его крепу. Не, ну вообще сам виноват, мне кажется. Сколько времени? Ну реально, 40 минут, учитывая мои перемотки. Эти стены строились. Этот тормоз за 40 минут ничего не предпринял. Это я еще зря Чики тормозом назвал, хотя он тоже медленный покемон. Но до сих пор ничего не делает. Но этот-то просто пиздец. У него прям под бараком стены. Ладно, мотаем. Может денег? А ну-ка, это ж я за сардельный, смотри. А денег уже, видимо, не хватает, или он просто не все застраивает. И не закончилось. Ну ладно, у Арнора есть еще надежда. Денег, чтобы пристройки сразу все замутить, нет. Так что... О, ну наконец-то обилку проюзал Чики. Он строит стены вместо того, что... Чем он решил напасть? А где войска? Где тролли? Там же целая орда троллей была. Он... А, он их сюда... Ладно, это не совсем орда. Офигенное нападение. Прислал пять отрядов копейщиков и обилку проюза. Пиздец. Пиздец. Ну ладно. Стенки пробиты. Можно снести креп к топольтами. Но он, конечно же, будет все стенки рушить. Скорее всего. На катапульте уже все погибли. Один тролль отправляется. Один! Да, долго он прожил. Один удар успел сделать. Так, Чики. 50 тысяч рублей. Катапульта строится просто из двух заводов. А на эти деньги можно было бы построить 30 заводов. Арнор перекочевал. Пойти, что ли, в магазин сходить, пока этот реплей длится. Стоп. Чуть-чуть ближе. На Арнор смотреть не будем. Вряд ли он что-то может сделать. Смотрим сюда. Тут просто одни катапульты. Ну, четыре тролля. Ничего себе. Недолго они жили. Еще один тролль. Ого. Не, но это уже точно сработает. Это такая угроза прямо. Стоп. Куда он? А, он по верхней решил бить что-то. Странное решение. Здесь еще стены строятся. Хоть бы пошел Арнорс. Я не знаю. Снес бы. Снова гениальное нападение. Пришли орки, которые стены не могут пробить. И обилка. Все. Снова гениальное нападение. Отвечелен. Ну, 40% крепости разрушено. Он, кстати, уже по крепости стреляет. Но, правда, всего одной катапультой. Но прогресс уже есть. Какой-никакой. Может, даже двумя сейчас будет стрелять по ней? Да. Тремя даже катапультами. Это может быть минус крепа. Пару выстрелов еще. Не всеми, правда, стреляет. Но один выстрел, и ей хана. Окей. Это уже радостнее. Не, ну все равно было бы, конечно, прикольнее просто троллей привезти и понести. Но ладно. Мы не ищем легких путей. Можем еще подождать часть К2. Снова пришли орки. Просто постоять под стенкой. Замечательная идея. О, тролли. Аж два тролля. Ого. Эти продолжают стоять здесь. Хизин до сих пор жив, между прочим. Орнор тоже развлекается. Ему очень весело здесь. Сидит, ждет чего-то. Он таран. Аж два тарана построил. Всего-то 20 минут заняло у него это. Неплохо. Может, через часа три Сарделька поймет, что у нее есть войска, и ими можно пойти в атаку на противника. И снести ему крепости, например. Или вообще все. А я имел ввиду, что были войска. Уже нельзя. Уже нельзя. Очень жаль. Ну, тролли зато есть. Правда, им апгрейды не делаются. Не делались, то есть. Так, КЧП сносил пристройки. Кстати, чего у Сардельки там? Денег мало. КЧ сдох. Стой, стой, стой. Тролли. Аж четыре уже. Вот так мотаем. Так. Блин, как же мне хочется просто вырубить это говно, но я уже чисто из принципа должен домотать. Ну, тут понятное дело, что Сарделька не выиграет, он аутист. Но интрига заключается в том... Нет, это тоже ничего не сделает. Я не верю. Он предпочитает сидеть. Я... Я не... Это невозможно. Он ничего не сделает. Скорее всего, выиграет этот чел. Но сколько времени у него займет построить большую пачку троллей и просто пронести все... Я не уверен. Скорее всего, очень долгое время. Ладно, мотаем. Катапульт, кстати, много пригнал уже. Хана им. Тут еще два слоя пробивать. Потом еще крепу. Он еще и отстраивает понемногу. Этот продолжает сидеть. Но он двумя этими требушетами пытался сносить. Упс, уже один требушет. Упс, уже ноль требушетов. Новые не строятся. Деньги были куда-то потрачены. А, деньги, конечно, были потрачены на вот это говно. Это ж так важно. Ладно. Что у нас здесь? А, ничего. Нет, он додумался. Окей. Стоп, 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 стоп. Этот парень учится. Он построил уже много заводов по производству катапульт. Мне кажется, он все свои деньги уже потратил даже. Нет, у него еще 20 тысяч. Может, он еще додумается. Ну, он строит уже троллей. Но пока что всего две троллятни. Он должен прийти к этому. Он даже... Спустя час, блядь. Он этих четырех троллей забрал. Невероятно. Есть надежда. Может быть, даже рано или поздно. Он еще построит молоко и кхамула. У кхамула есть аура, которая разъедает здание. И всю эту фигню скомбинировать вместе. Построить больше троллятин. Из них больше троллей. Троллей, которые бросают камни. Тролли, которые бьют в ближнем бою. Все это направить сюда. И все снести. Ну, очевидно же, что катапульты неэффективны. Ну, еб твою мать. Зато он забой не слил. Ну, теперь у Сардельки меньше будет денег. Да, как-то грустно получилось. Снова как-то он бьет верхнюю, а не пристройку. И ми. Ми. Можно было бы молниями и глазами тоже подойти. Посносить что-нибудь. Хотя тут уже нечего сносить. Тут последний ряд остался. Перемотка. Опасность. Стой, стой. Изенгард. Изенгард решил. Да, вот здесь. Он, наверное, не видит, правда, что происходит. Но вот здесь ты точно сможешь построить свою базу. Ох, братишка. Вот кому веселее всего это, конечно, Изину. О, этот идиот его решил застроить. Так же сложно просто подвести эти войска и пронести. Нет. Надо стенку построить и катапульту на ней, чтобы она понемногу-понемногу грызла эти здания. Да. Правильно. Окей. В это время уже 6 троллей. Это прогресс, на самом деле. Я не шучу. И есть молок. Он, правда, не прокачан, но есть. У него есть хотя бы ярость, если он ее прожмет. Плюс еще строятся тролли. Тут еще 3, там один. И будет второй. А здесь еще 2 будет. Может быть, он додумается. Но в это время уже понемногу восстанавливает свои окопы сарделька. Пожалуйста, не иди этими троллями в атаку. Собери пачку. Бро. 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 Чем этот тролль сверху. Он решил его суициднуть. Да, и этих решил отдать. Я обречен. Изенгард. Здорово. Ну, в четвертый раз обязательно получится. Представьте, что было бы, если бы он вот этих, которых он слил, объединил бы с этими и с молоком, и с этими. Но нет. Нет. Он слил, объект. Субтитры сделал DimaTorzok Окей Это уже нечто Прям неожиданно он настроил Нет, мотаем, мотаем короче Тролли уже все сдохли Скорее всего катапульты от сплэша все загнутся Да, они все закучкованы Но он пробил практически всю эту застройку Да, остается немного катапульт Совсем немного А деньги у сардельки... А, денег много, кстати Сколько стоит в основе... Где тут оно? 600 На 10 кат еще есть бабла И здесь еще огромное количество Арнор до сих пор сидит, ему весело Он не так и не вышел Я же говорил, он будет пытаться Изен сносить сраными катапультами на стенах Так, тут еще толпа мотаем А, удобнее, деньги, деньги А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Субтитры сделал DimaTorzok А, он пристройки посносил Имеет смысл Ладно, мотаем Субтитры сделал DimaTorzok Проверим на всякий случай А вдруг что-то там Тороны едут По лабиринтам Ну, все Изенгард спасен Кстати Ну, нифига себе Вот это неожиданно Ну, он вроде не снесет ее Тут еще дебаф Тролли появились Он снова верхнюю сносит Как-то Ну, можно было бы пристройку просто снести И все Во-первых, быстрее Они же по зданиям лучше дамажат Чем по войскам Ворки идут Так У Сардельки Нет денег больше Все были потрачены Но Это не поможет Никак ее пробить Потому что Этот чел не учится на своих ошибках Давайте взглянем на эти стенки Внимательно Они все, по сути, пробиты Везде есть проход Здесь можно прям Напрямую пройти Можно на базу Ну, что мешает Построить Кучу троллей Просто пробежать Не сносить это говно Пробежать Сюда Ну, игнорить крепость Хрен с ней Тут еще какие-то войска есть Посрать Пробежать сюда Быстренько троллями Пронести всю эту застройку Все Денег нет Он копил Вот это все Всю игру У него вообще не будет денег Построить новую пачку троллей Потому что Та, скорее всего, сдохнет Ведь тут тоже есть троллей Какой-то размен будет Построить новый О, Арнор пришел Он сдохнет Скорее Все Здесь Построить новую пачку И снести крепость А затем еще одну Тогда Он не сможет Отстраивать стенки И затем уже Если Если настолько хочется Упарываться Тогда и будешь Сносить свист Хотя И тогда это не нужно Сделать Потому что Добить боевые здания И он проиграет И идти ему некуда Блин У меня просто Злости не хватает Мотаем Короче Ладно Стоп Надо сюда Смотреть Денег Накопил Немножко Нет Он будет продолжать С моими катапультами Разбиваться Стоп Стоп Я надеялся Я надеялся Что это тролли Чики Но нет Сардель Ну там Мина Есть Фига Изин Уже настолько Оборзел Что минирует Здание Чики Ну так Может и Подорги Эту штуку Он Подождет Ну-ка Мотаем Взорвалась Взорвалась Он-то крепости Хочется Нести Ну В принципе Минус крепость Вот это вот Не должна Доставать Сюда То есть Он здесь Больше не сможет Отстраиваться Теоретически Правда Я не уверен Насчет уже Существующих Вот эти вот Точки Может можно Восстановить Из башенок Строить Но Юзается Двадцать пятка Погибли Погибли Орки А так же Тролли Грустно Однако Клево Арнор Наносит Ответный Удар Не Вообще Войск Так Ладно Мотаем Еще Еще Некоторое Время И может Быть Он Снесет Интересно Сколько Часов Длился Этот Реплей По Настоящему Минус Минус ФПС Ой Чуть Жестко Прям Кстати Зачем Ему Кстати Троллять Я Не Понимаю Ну Че Войска Собрался Делать Зачем Чтобы Они На Базе Сидели Я Был Неправ Видимо Он Может Восстанавливать Стены Из-за Того Что Они У него Построены Хреново Значит Этот Чел Дальше Будет Продолжать Стены Сносить Лимит Крепости Я Видел Кто Новую Построил Не Этот Чел И Не Этот А Он Решил Две Построить Блин Арнор Еще Целую Территорию Откусил Еще Его Полдня Сносить Все Он Больше Не Будет Строить Блин Этот Даже Катапульты Не Строит Уже Вот Прикол Этот Сейчас Сарделька Застроит Еще Больше Территорий Он Отбросит Его Еще Дальше Сколько Тенег Может Тенег Заканчивается Предел Населения Забит Чего Ты Ждешь Иди В Атаку Господи Вообще Не вижу Никаких Движений На Карте Вижу Теперь Он Будет Штурмовать Арнор Но Это Должно Быть Легко Вместо Того Чтобы Стенки Пробивать Просто Крепу Снеси Заодно Изин Правда Четырьмя Катапольтами Господи Какие же Аутисты Играют Этот Ему Крепость Слил Блять Изингард Который Как бот Да Даже Легкий Бот Лучше Играет Крепость Слил О Наконец То В Атаку Пошел Грейт Б хоть Сделал Блин Да Он Сделал Но Не Делает Здесь На Эти Урки Мясо Тупое Хоть бы Сделал Из них Нормальных Челиков О Наконец То Этот Сдался Ему Надоело Я удивлен Что Я до Сих пор Не Вырубил Блин Я Все Свободное Время На Эту Хуйню Потратил Уже Не Успею Другой Ролик Записать Сегодня Придется Задевать Эту Парашу На Канал Как же Грустно До Этого Момента В ролике Вряд ли Кто-то Даже Досмотрит Еще Побежали Берсы Куда Они Бегут С какой Цель Стойте Срать На Берсов Хотя Нет Нет Срать На Орков Сморь Один Только Добежал Безуспешно А Этот Ливнул Что Ли Че Он Так И Не Смог Эволюционировать Крепест Крепест Новая Стрем Теста До него Так и Не Дошло Что Можно Построить Просто Кучу Троллей Снести Противника Я Я Разочарован Какие-то Орки Идут Зачем Куда Все Он Ливнул Начинается Самая Интересная Часть Реплея Два Чела Которые Будут Сидеть Да Сейчас Еще Он Не Будет Ничего Делать Да О Да Неужели Еще Подождать Надо Прежде чем Нападать То Это Слишком Слишком Раннее Нападение Чутка Еще Так Из Нужья Войска Построил Мины Есть 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 И это все с одной плавильни, кстати. Нет, ладно, я не могу. Мотаем дальше. Отлично, взорвались. Смотрим сюда. Конечно же, окружать рукав он не будет. Он сольет всю эту армию на... Ладно. Не важно. Офигенно. Звери Гаргарота. И че? Он будет строить стены дальше. Ай, какой декенератор. Мотаем тогда. Я вижу тебя. Ещё больше стены вижу. Откройте себе свои земли. Зажгите их, неверные. Но я никогда не буду. Да. Да. Айя. Да. КОНЕЦ. Заватаем. Ура! Надеюсь, он умрет от спидорака. Без негатива. Без негатива. Без негатива. Без негатива.